Что ж, тогда начинаем. Коллеги, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, в зависимости от того, какое время суток у вас сейчас. Я приготовила для вас вебинар, который посвящен управлению закупками и поставщиками с помощью BI-инструментов. Какова предыстория возникновения этого вебинара? Мы все хотим целевые запасы, ритмичные заказы, отсутствие автостоков, отсутствие неликвидов, улучшение коммерческих условий с поставщиками, 200% уровень сервиса, то есть такие мечты. Мы хотим, чтобы наша матрица была всегда сбалансирована, чтобы мы добивались кипя и помарже, чтобы у нас не было штрафов за недопоставки, не было простое производство, потому что мы забыли что-то заказать. Мы все хотим работать с надежными поставщиками, со стабильным качеством товаров, хотим минимальные цены, в реальности. В реальности нервные срывы в отделе закупок, заказы на глазок, отсутствие четкости показателей товарного запаса, несоответствие закупленного товара по требностям отдела продаж, производственным планам, огромные потери, дыры на полках, простое из-за отсутствия сырья, отсутствия актуальной информации на текущий момент, отсутствие контроля за поставщиками. Это наша реальность, которая, к сожалению, имеет место быть в подавляющем большинстве компаний. Давайте попробуем обсудить некоторый аспект управления закупками и поставщиками и сделать себе жизнь проще, понятнее и эффективнее. Меня зовут Рождественская Наталья, наши контакты на экране, я консультант BI Consult. Визуализация примеров, которые мы сегодня с вами посмотрим, реализована на базе платформы Клик, это Кликвью и Кликсенс. И лично моя специализация – это решения для ритейла, дистрибьюции и производственных компаний, категорийный менеджмент, управления закупками, структурсиками и анализ продаж. Обзор сегодняшнего вебинара – это практические кейсы, продажи новинок в ассортименте, управление товарными запасами и ряд других моментов. Которые мы с вами посмотрим. Управление закупками. С чего мы начнем? Начнем мы с такой простой вещи, как доля поставщика. Для ритейла – это доля в продажах, для производства – это доля в закупках. У компаний, по категории, по группам товаров. Почему нам так важен этот показатель? Мы должны не просто анализировать долю, но и анализировать динамику доли относительно динамики самих продаж и закупок. Если доля поставщика составляет больше 70%, то эта ситуация очень неустойчивая. Мы имеем риски, в частности диктат поставщика, отсутствие альтернативных поставщиков. То есть это красная зона, где риски наши максимальны. Мы должны обязательно размывать наш ассортимент вводом дополнительных поставщиков, производителей, партнеров. Для производственных закупок мы всегда ищем альтернативных поставщиков. Для случаев резкого изменения в значении долей мы можем сделать выводы о существенной структурной перестройке спроса и структуре продаж, структуре закупок. Либо наша матрица схопнулась, либо мы ввели дополнительный ассортимент поставщика, либо что-то еще у нас произошло. В конечном итоге нам всем нужен нормальный результат. Давайте посмотрим конкретный пример, что нам дает эта доля и почему так важно за ней следить. Переходим на демо-пример. Переходим на вкладку поставщики. Например, мы выбираем 2011 год и выбираем июнь. Смотрим на примере одной любой какой-то категории. Обращаем внимание на баланс поставщиков, которые составляют ассортимент нашей категории. У нас есть поставщик с долей 77%, синенький наш, и при этом его маржа отрицательная. Поставщик с долей 5%, зелененький, имеет наибольшую маржинальность. Его нам нужно развивать, его товары нам выгодно продавать. Давайте посмотрим на динамику закупочной цены данного поставщика. Мы можем выбрать поставщика и выбрать товар. Мы видим на динамике закупочной цены, что цена у нас плавает. Мы получаем качели с еженедельными изменениями закупочных цен. То есть это похоже на изменение цен от партии к партии. Если цена не фиксирована, то мы можем влиять на маржинальность, варьируя объем и регулярность закупок. Дальше мы можем продолжить анализ и посмотреть эти доли в динамике. Например, мы убираем фильтр и смотрим, что происходило с поставщиком из данной категории на протяжении всего остального времени. Например, мы выбираем... Сбрасываем все фильтры и смотрим, что творилось с долей. Доля на протяжении всего остального времени, пропорция доли была абсолютно другая. Соответственным образом мы делаем выводы по итогам анализа. Вопросы, которые вы зададите себе, будут следующими. Например, сколько из Каю закупалось раньше, сколько закупается сейчас. То есть смотрим количество из Каю по матрице. За счет чего происходит изменение доли? Как стали распределяться доли остальных поставщиков? Что стало с остальным конкурентом, с основным конкурентом? Насколько менялись цены? Какие с поставщиком коммерческие условия и условия работы? То есть, да, там, возможно, предоплата или, например, ожидание заказа по два месяца, самовывоз. Такие условия не равны от срочки 30 дней до ставки в течение двух дней силами поставщика. На вкладке «Товары» мы смотрим, какая матрица есть у того или иного поставщика. Мы сравниваем весь период конкретно с нужным месяцем, да, сравниваем весь период, сравниваем, что меняется. На вкладке «Категории» мы смотрим тот же анализ, но в разрезе групп и категорий. Мы выбираем категории и сравниваем так же, таким же образом. Только что мы посмотрели с вами, в том числе, зависимость партии и закупочных цен от партии к партии. У нас есть с вами определенные рычаги, за счет которых мы можем влиять на оптимизацию цен. Эти рычаги всем нам известны, но, как правило, в реальной жизни им уделяется совершенно недостаточное внимание. Объем заказанной партии товара. Из очевидных примеров, чем больше партия, тем больше скидка. Затарка по повышенным коэффициентам накануне повышения. Главное не забыть об обратной стороне. Когда вы закупаете товар, у вас может быть переизбыток товара или сырья, вы можете заморозить свои деньги. Еще из менее очевидного. Идет заказ товара после промо-акции, скидка уже у поставщика отменена, а товар заказывается по скидке из расчета повышенного спроса. То есть у вас произойдет перезатарка, вы споткнетесь на совершенно очевидных вещах. Объем закупок у поставщика в долгосрочном периоде. Стабильность взаимодействия, долгосрочные контракты, они также очень важны. То есть если на рынке есть конкуренция, то и ваша модель закупок, она быть должна. Если у вас есть определенные сильные игроки среди поставщиков рынка, то и в вашей матрице вы также должны отражать эти моменты. Стабильные долгосрочные контракты не отменяют взаимодействия с альтернативными поставщиками в той или иной категории закупок. Дальше. Регулярность и динамик закупок. Обычно поставщик может обеспечить какие-то специальные цены в случае регулярности и предсказуемости ваших закупок. Значит, структура себестоимости и закупочных цен. Это также очень важно, потому что есть такие регуляторы, на которые вы можете повлиять, а есть, на которые не можете. Например, пошлины НДС. Но при этом вы можете повлиять на стоимость доставки, на оптимальную загрузку транспортных средств. Если вы систематически заказываете товар некратно его производственной партии, то ваша себестоимость и ваша закупочная цена, она, естественно, меняется. Естественно, мы такие очевидные вещи, как условия оплаты, также вспоминаем, логистические коэффициенты, регулярность и динамика закупок, объем заказов производственных партий. Если у поставщика есть реактор на 7 тонн и на 20 тонн сырья, например, если мы варим шампунь, клей, смолу, то партия будет оптимальной по стоимости, только если вы закажете сырье кратно 20 тонн, который можно сварить в реакторе. Кратность комплектации заказа упаковки и комплектующих. Например, если на одном листе картона можно отпечатать 4 дизайна пачек, у вас есть 6 СКЮ товара одной линейки одного типа размера. Постарайтесь из расчета остатков упаковки, сроков производства и уходимости товара рассчитать именно тот заказ, который будет оптимальным для всей вашей линейки. Нельзя действовать методом затыкания дыр, нужно подумать на перспективу. И возможность сроки и стоимость хранения партий товара. Есть ли у вас достаточные складские площади для того, чтобы затариться перед повышением каким-то товаром? А есть ли у поставщика возможность хранить вашу готовую продукцию? Сколько он готов ее хранить бесплатно для того, чтобы она не выразилась в цене? Давайте вспомним немножечко... Сейчас мы посмотрим это на примерах. Вспомним ключевые показатели управления закупками. У нас есть очевидные показатели. Это рейтинги поставщиков, это динамика продаж по поставщику, это доля поставщика, продажа отдельных брендов, товарный запас, оборачиваемость, BC-анализ и так далее. То есть, чем нам могут быть полезны анализы по всем этим примерам? Давайте посмотрим на практике. На примере Кликсенса мы идем в демо-версию одного из ритейлеров. Мы идем на вкладку поставщики, выбираем крупнейших поставщиков, то есть мы выбираем поставщиков. Допустим, нам нужно подготовиться кто-то топ-переговорам на примере одного ритейлера. Сначала мы выбираем, кто из нас, кто у нас является самыми основными поставщиками, партнерами, с кем нам нужно проводить эти переговоры однозначно. По объемам продаж мы выбираем три ключевых поставщика. Здесь мы видим крупнейших партнеров. Далее мы анализируем самого крупного. Начнем с него. Выбираем этого поставщика и тут же видим его структуру по ассортименту, по объему продаж. Мы видим абсолютно все, что касается данного поставщика. Идем на вкладку панель управления. Наша ключевая вкладка в данном решении. Смотрим, как ведут себя продажи по данному поставщику в целом. То есть смотрим, какой у него был объем, какой у него был прирост, какая у него была динамика и так далее. Переходим к сегментации чеков. И мы видим потенциал для увеличения продаж в штуках. То есть мы видим, что у нас есть чеки с одной штукой в объеме продаж. Также есть чеки, где данного поставщика ассортимент подается в количестве более чем одна штука, то есть две, четыре, три и дальше. Здесь мы видим потенциал, который позволяет нам увеличивать количество товаров в чеке. Это предмет для переговоров. Это предмет для запуска программы продаж в рознице. Это предмет для, скажем так, цифр, которые вы будете показывать поставщику для того, чтобы обеспечить себе более интересные коммерческие условия на следующий год и более интересные промо-акции. Дальше, например, мы идем в анализ чеков. Мы смотрим по отдельному, конкретному поставщику продажи. Смотрим, какие магазины, например, у нас лидируют по объему продаж товаров данного конкретного поставщика. Как только мы с вами видим лидеров продаж, мы понимаем, что вот эти магазины, в этих магазинах всегда должен быть ассортимент и достаточный товарный запас товаров данного поставщика, потому что это наш топ-поставщик, который нам приносит топ-оборот. Также мы видим, это наши магазины-лидеры, также мы видим наших аутсайдеров, например, которые имеют минимальный объем продаж. Наши аутсайдеры, у них минимальный средний чек, у них минимальный объем продаж. Скорее всего, для данных магазинов имеет смысл провести какое-то дополнительное обучение, то есть мы сразу же можем поставить какие-то цели для HR-отдела, который проводит обучение. То есть тут же мы видим анализ нашей целевой аудитории, мы должны проверить гипотезу по представленности и выкладке товаров данного конкретного поставщика в данных конкретных магазинах. То есть мы оперируем совершенно простыми наглядными примерами и показателями в работе для того, чтобы еще больше увеличить оборот с данным поставщиком и для того, чтобы улучшить наши показатели. Также, например, мы можем с вами посмотреть еще одну демо-версию. На примере еще одного нашего заказчика. Мы идем с вами на вкладку товара и смотрим основные показатели. Основные показатели для нас это оборот стока и маржа. Все показатели распределены по убывающей. То есть мы сразу видим картину, что происходит с нашим бизнесом на текущий момент. Значит, за пару минут мы получаем полную картину происходящего. Это особенно актуально при передаче дел в отделе закупок. Если в компанию приходит новый топ-менеджер, который должен быстро войти в курс дела, выбираем топ-поставщика, который... Здесь мы смотрим по магазинам. Давайте выберем поставщика. Нам все-таки интереснее топ-партнера. Сегодня у нас тематика поставщика. Мы выбираем топ-партнера. И идем на вкладку «Анализ рейтингов». Мы видим наглядно весь наш ассортимент, всю нашу маржу, все наши топовые показатели. Здесь мы смотрим различия в продажах между каналами продаж, между категориями. То есть смотрим по данному конкретному поставщику в разрезе конкретных показателей нашего основного партнера, с которым у нас идет топ-оборот, все факторы, которые влияют на продажи. Мы видим в разрезе, актуальном для нашей компании, полностью опять-таки продажи и все категории, в которых играет данный поставщик. Тут же на вкладке «Запасы» мы смотрим оборачиваемость и сумму остатков по данному конкретному поставщику. И также мы смотрим различия по… мы можем провалиться в отдельные магазины, в отдельные категории, в отдельные СКЮ, можем провалиться в различные периоды. Но самое главное, мы получаем полностью данные именно по нашему ключевому партнеру и по категориям, в которых он играет. Значит, также пару слов необходимо сказать об АБЦ-анализе. Например, АБЦ-анализа, также одна из компаний наших партнеров, это упрощенный вариант АБЦ-анализа. Почему он упрощен? Значит, наиболее правильный вариант, на самом деле смотреть, все-таки АБЦ-анализ в рублях и в марже. То есть не только по прибыли, но и по обороту. В штуках АБЦ-анализ… Где у нас что-то со связью? В штуках АБЦ-анализ также полезен, если мы смотрим ассортимент из схожей группы, категории, то есть, например, головные уборы, шампуни, соки, туалетная вода. Также полезен приведенный АБЦ-анализ, когда мы смотрим продажи на один магазин, чтобы учитывать разницу в форматах. Допустим, если у вас есть несколько форматов, и не весь ассортимент распределен на 100% во всех магазинах сети. Либо мы указываем количество точек продаж, где присутствует СКЮ. Порог для отнесения СКЮ в ту или иную категорию вы устанавливаете сами, то есть имеет смысл влиять на данные, по которым мы можем относиться к категории А, Б и Ц. Мы можем смотреть АБЦ-анализ и по категориям, и по группам. Правильнее всего, конечно, будет в рамках группы по группе также разбивать на СКЮ. Ну, естественно, табличная форма, она всегда очень удобна. Баблы для тех, кто любит визуализацию. Что касается... Давайте продолжим. Что касается новинок в ассортименте. Когда мы вводим в ассортимент новинку, мы отслеживаем продажи с дня появления в ассортименте на полке на складе. И по служебной записке мы видим, что случайно оператор не прогрузил в должном объеме поля в служебной записке, и товар в распределение по магазинам не поехал. Партия товара сезонного, либо это, как говорится, солнечная серия, либо это пасхальные куличи, либо это что-то еще очень-очень важное, что должно было поехать обязательно к определенной дате в количестве нескольких палет, целая постановочная партия осталась на складе и не разъехалась по магазинам. У вас начинается сезон, товар застрял, пустые полки. И если вы не хотите таких проблем, то вы проверите своевременно, во всех ли магазинах прокачалась, скажем так, ваша служебная записка, во всех ли магазинах и на всех ли складах присутствует товар, во все ли магазины товар физически попал, и лучше это сделать, чем раньше вы это сделаете, тем проще вам будет иметь нормальный результат в виде продаж по всем магазинам сети. Дальше. Обязательно отслеживаем продажи в периоды вне промо и промо для товара или для категории. То есть при вводе в ассортимент новинки мы всегда делаем ей промо-поддержку, потому что наши покупатели должны узнавать о том, что у нас есть новинка. И фактические продажи мы всегда сверяем с плановыми. То есть если мы запланировали продажи на миллион, по факту выручка составила 20 тысяч рублей, то мы должны делать вывод, что что-то у нас пошло не так. Мы должны убедиться в корректности позиционирования товара, в корректности цены, в корректности места на полке, в стабильности качества. При наличии аналогов матрицы, если у нас есть, например, две заменяющие друг другу позиции, то продажи между ними будут размываться. Это неплохо и нехорошо. Это просто данность, которую мы должны учитывать. Ассортимент и цены конкурентов. Когда мы ставим на полку шампунь за 149 рублей, в соседнем магазине он стоит 119, хуже может быть только одна ситуация. Если в вашем каталоге промо-цены вы поставите 129 рублей, это, пожалуй, апогей, одно из максимально плохого развития событий. Значит, рекламная поддержка и обучение менеджеров, если это компания-дистрибьютор или производитель. То есть в зависимости от того, какую рекламную поддержку вы оказываете, не поленитесь и снимите статистику продаж по отдельности, допустим, в тех магазинах, где стоят консультанты, где они не стоят. Сравните приросты продаж с учетом ваших рекламных мероприятий, которые вы проводите в поддержку новинки. Значит, у нас был такой пример, когда одна сеть проводила промо на очень известный бренд. Бренд имел настолько сильные позиции, что промо дало колоссальный прирост за счет просто одного скромного, незаметного плаката в точке продаж. Это было даже не в каждом магазине. Но если бренд слабый, неизвестный, то если вы будете рекламную поддержку давать один и тот же модуль из каталога в каталог, то ситуацию вы не измените. То есть меняйте механику, делайте кросс-промы, предлагайте что-то новое. Бывают совершенно позорные ситуации. Однажды сотрудники ритейлера узнали о конкурентных преимуществах FMCG товара, эксклюзивную торговую марку, которую они вводили, через год после того, как товар появился у них на полке. То есть целый год никто из сотрудников, соответственно, за продажи и продвижение товара, не задавался вопросами особенностей товара и его преимуществ. Просто его никто не попробовал, никто не взял его в руки и никто не понял, что такого особенного в нем есть. А в нем была одна особенность, которая могла бы сделать его лидером рынка гораздо быстрее. И сезонная своевременность. Мы уже затронули эту тему. Шашлыки должны быть в нормальном количестве накануне майских праздников. Солнечная серия должна появиться у нас на остатках в апреле и в мае, никак не в июне. Учерние платья мы покупаем перед выпускными балами, новогодними корпоративами. А не после праздников. То есть кто опознает, тот просто не получит выручку и не снимет сливки. Значит, для ритейла мы обязательно проверяем, чтобы продажи стартовали во всех точках продаж и проверяем своевременность вывода новинок на рынок. То есть если вы вводите новинку позднее, чем все остальные сети, то каталоги со словом новинка будут выглядеть просто смешно. Если товар грязный, пыльный, неаккуратно стоит, никакие промо-материалы вообще не помогут. Значит, и что касается управления товарными запасами. Давайте еще вот эту тему затронем. Значит, товарным запасом можно управлять эффективно, но слома нужно есть по частям. То есть нормы оборачиваемости мы устанавливаем всегда отдельно по категориям, по видам сырья, с учетом биопродаж, сроков годности, каких-то технических особенностей. Мы не забываем при этом про комплектацию, про страховой запас. Один из наглядных примеров, например, мы можем для наглядности смотреть динамику оборачиваемости товаров, смотреть отдельно товары без движения, низко оборачиваемые остальные, смотреть структуру запасов и смотреть оборачиваемость в днях по разным магазинам в разрезе категорий, субкатегорий, опять-таки в разрезе производителей. То есть смотреть именно в том разрезе, который для нас актуален. И самое главное, чтобы наши показатели были очень наглядными. То есть, например, смотреть аутов-стоки по наглядной визуализации очень просто и удобно. Чем больше у вас красных квадратиков, тем больше у вас магазинов и дней продаж, где происходили какие-то аутов-стоки. То есть вы визуально сразу видите картину. Зелененькое – это пересток, красненькое – это аутов-сток. Синие – это какие-то показатели, которые вписываются в норму. Просто смотрите по датам на один день и тут же видите картину. Естественно, дополняете все это какой-то табличной формой для того, чтобы можно было делать расчеты. Но табличная форма не заменит такую простую и наглядную визуализацию. Значит, и пара слов о сроках годности. В зону риска у нас товар выходит не тогда, когда уходит в просрок, а когда, допустим, по условиям производства срок годности каждой составляющей продукта меньше, чем срок годности продукта. Да, плюс какое-то время внутреннюю логистику. Выведенный ассортимент. Если вы вывели товар из матрицы в компьютере, сам товар физически также требует какого-то воздействия, вашего управленческого воздействия. То есть распродажи, изменение места в полнограмме и в выкладке, возврата поставщику. Самая распространенная ошибка это игнорировать выведенный ассортимент при прогрузке промо-акций или правил продажи. То есть, когда, например, вы делаете промо-акцию на весь бренд и забываете, что у вас помимо активного ассортимента есть еще ассортимент, который выведен из матрицы. Он просто не числится у вас в матрице, но при этом на остатках он у вас есть. Это повлечет за собой неизменные конфликты на кассе, если вдруг кто-то из покупателей захочет купить этот товар, потому что на него не будет прогружена промо, скидка. Это повлечет претензии, это повлечет негатив на местах и, в общем-то, никому не нужны конфликтные ситуации. Аутовстоки можно не просто отслеживать, когда они заканчиваются, то есть, когда у нас на остатке ноль, либо не ноль, но и, например, можно отслеживать дату, когда товар заканчивается в первом магазине, дату, когда товар закончился по факту в половине точек сети, например, в 50%, потому что вы никогда не сможете отследить корректно отусток и понять, что что-то не так с партиями товаров, если вы не будете отслеживать менее очевидные вещи, чем просто ноль на остатке. Ну и, да, наличие товаров лучше всего проверять в нескольких разрезах, в разрезе как сводных показателей в натуральном стримостном выражении, так в табличной форме, так и визуально. Сейчас у меня все. Я готова ответить на ваши вопросы, если они возникли. И, пожалуйста, прошу... Да, видела вопросы про справочники крокозябры вместо слов. Данные обезличены, мы никогда не показываем реальные данные наших заказчиков, даже если это демо-примеры. Пока готовятся вопросы, чуть-чуть, давайте чуть-чуть попутешествуем по демо-версии решения. На самом деле управление закупками и поставщиками – это только одна из, скажем так, один из аспектов управления показателями компании. То есть по факту у вас BI-аналитика и BI-решение, они помогают управлять показателями. У вас обычно есть какой-то общий демо... Есть какая-то общая панель управления, которая может выглядеть каким угодно образом, удобным для вас, с общими какими-то показателями. И дальше вы делаете... углубляетесь в суть каждого показателя, смотрите его с разных сторон. Значит, в зависимости от специфики вашего бизнеса, смотрите, что можете сделать, в чем можете найти какие-то возможности для улучшения ситуации с бизнесом. Можете всегда фильтровать по каким-то отдельным категориям, поставщикам, товарным группам. Если мы говорим про ассортимент, например, ритейлера, это также имеет место быть и для производителя, и для компании-дистрибьютора. То есть смотрите сравнение в деталях, сравнение по периодам, находите топовые магазины, смотрите привязку по регионам продаж, смотрите по объемам продаж. Наталья, я думаю, уместно будет, кроме прочего, напомянем также о технических средствах, которыми мы пользуемся, когда готовим вот такого рода приложения, помощники, в том числе для закупщика. Да, ну давайте чуть-чуть побольше расскажу по поводу и самой платформы, и того, как на ней можно работать. Значит, сейчас вы видите платформу ClickSense, то есть у нас эта платформа ClickView, база – это платформа Click, и в рамках платформы Click есть два инструмента, ClickSense и ClickView. Значит, платформы работают с любыми источниками данных, то есть вы можете подключать 1С, Excel, вы можете попробовать сами поработать на десктопной версии платформы и покрутить ваши данные, построить себе визуализации. вся работа проходит прямо в самой платформе, в самом решении. Платформа работает в оперативной памяти и устанавливается на сервере. Значит, источники данных могут быть любые, для некоторых нужны коннекторы, для некоторых они не обязательны. Что касается стоимости самого решения, то по вашему запросу мы предоставляем расчеты по стоимости для тех, кто хочет установить себе уже серверные версии. Это склотная версия для ProDeeper, скажем так, она бесплатна и вы всегда можете обратиться к нам, ко мне, к моим коллегам, для того, чтобы они помогли вам и более подробно рассказали о каких-то возможностях. Значит, в самом решении для того, чтобы работать в нем есть модули в которых вы делаете изменения, то есть делаете настройки, вы можете менять внешний вид и форму диаграмм, вы можете выбирать себе какие-то объекты, у вас есть библиотека с показателями и измерениями, все происходит прямо в решении, вся работа, то есть написание кода и визуализация, главное подключить источники и корректно загрузить источники данных в само решение. для продвинутых бизнес пользователей какие-то достаточно простые решения бизнес пользователей могут сделать самостоятельно, для подключения к источникам данных, конечно, рекомендуется обращаться к помощи IT-специалистов. Если мы говорим о каких-то серьезных внедрениях, например, о финансовых решениях, о решениях для банков, о консолидации, финансовой отчетности, конечно, здесь уже необходимо более профессиональное владение инструментом и как минимум прохождение курса обучения. Само решение всегда выглядит как набор плиточек, такой чистый лист, на котором вы сами рисуете на каждом листе, вы рисуете сами себе объекты по той тематике, которая вам нужна. То есть обычно это какая-то панель управления с самыми общими показателями и дальше по разным темам вы делаете для себя удобные инструменты. Из наиболее удобных инструментов пока нету вопросов, например, это анализ корзины, например, это кросс-продажи, когда вы выбираете какую-то категорию и тут же получаете в графике в табличной форме анализ. Один из наиболее удобных инструментов для маркетологов, потому что в реальной реальности это очень трудоемкий инструмент. Очень полезная сегментация чеков. Сейчас она загрузится, она обычно дольше грузится. Сегментация количества позиций в чеке. И вот, например, здесь уникальная ситуация, мы видим какую-то странную картина, очень большой всплеск, непонятный. Мы хотим посмотреть, что это вообще такое. Мы идем к нашим клиентам и, например, мы видим, что это была одна разовая покупка, при этом это был один клиент с неизвестными данными по картам лояльности. то есть зашел какой-то клиент, купил гигантскую сумму и ушел. У нас нет связи, нет контактных данных, то есть мы сами в пустом месте выпускаем продажи, хотя могли бы с этим клиентом поработать более тесно, если бы мы хотя бы взяли его контактные данные и корректно завели их в систему. Мы хотим посмотреть сколько у нас еще клиентов. Здесь подбружены в качестве примера помимо данных по чекам данные по картам лояльности по номерам дисконтных карт. И мы смотрим по максимальному объему продаж. Смотрим наши топ клиенты. Вот наши топ клиенты, вот как они регулярно берут, вот как они посещают. Вопросов, как я понимаю, нет. Будут ли какие-то вопросы еще? Коллеги, не стесняйтесь. Наталья, похоже, что твое сегодняшнее выступление было настолько содержательным и исчерпывающим, что даже вопросов не осталось. тем тем не менее, всегда их можно адресовать на наш e-mail адрес, в частности, можно написать на тот, с которого была рассылка вебинаре, это маркетинг собачка для консалтера. И в целом будем рады вас видеть на следующих вебинарах. И кроме того, какие-то отдельные сложные темы, которые могли возникнуть у вас на основании этого вебинара, готовы обсуждать в режиме встреч, телефонных разговоров, веб-конференции и так далее. Обращайтесь, стараемся быть дальше интересными для вас. Ну да, всем тогда большое спасибо, всем всего хорошего и удачного дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры